значит это у нас модификатор close если мы возьмем любую поверхность вот импровизированная якобы кровать это просто chamfer box примитив это просто бокс это просто play в проекте у вас может быть настоящая кровать допустим я сейчас переведу все его детей балконе чтобы запечатать у нас никаких модификаторов не было применено потому что я в этой сцене работал вот чтобы модификатор нигде не висел модификатор close и так значит сегодня я вот проговорю по подушкам и всяким тканям значит еще нужно важно шторы показать но шторы мы либо видео урок запишем либо закроем вопрос на следующем касте потому что сейчас не успеем она и смотрите принцип такое для того чтобы создать подушки нужно все бросают представить такая штуковина нарисовать ну там где у нас должна быть кровать нарисовать достаточно высокополигональные прямоугольнички то есть боксы высотой примерно 10 сантиметров ну в данном случае я считаю что многовато тут полигонов то есть этих сегментов да мы сделаем иметь ввиду что чем больше сегментов где более качественное будет но опять же чем больше сегментов тем дольше будет считаться поэтому ну не кайф выбираем какое-то среднее значение но обычно 30 сегментов на 40 30 на 50 для подушек это хорошо вот теперь у нас есть такой незамысловатый боксик нам нужно его превратить в подушку с очень интересный документ сейчас я проверю давайте экранчик так все видно хорошо мы размещаем вот таким образом чтобы при падении он повторил примерно падение подушки чтобы он интересно лег так не подвисла давайте я скрою вот эти вот штуки все это у нас будет close 2 мне там есть одна уже группа класс 2 height selection размещаем его на виде сбоку это будет выглядеть примерно так то есть мы его размещаем таким образом чтобы он когда падал у нас будет падать его задел часть кровати ну как-то согнулся интересным образом чтобы это не было просто подушка лежащая никак на просто как положили то есть на абсолютно ровненько это не интересно также не виду что она будет падать будет красивым немножко ее наклонить как-то слегка дальше теперь мы выделяем так но это нам тоже надо было скрыть ну ладно это просто отдали и вот это я ставлю вот так удалил перед тем как мы выделяем я назову этот объект подушкой по-английски пилу давайте пилу я зову cast 11 чтобы не запутаться потому что мне там много разных подушек было пока я готовил эту сцену и теперь мы выделяем все объекты которые участвуют в анимации будущей нашей в принципе вот эта нижняя плоскость нам не нужно давайте все таки берем заходим модификаторы выбираем модификатор close что означает ткань заходим в object properties то есть настройки объектов теперь у нас здесь есть пилу то есть подушечка есть chamfer box chamfer это вот кровать то есть матрас грубо говоря и изголовье это бокс 05 и теперь мы берем бокс и chamfer они у нас должны быть в анимации твердыми предметами не мягкими мы из трех вариантов inactive close и collision выбираем collision то есть твердый объект пилу выбираем close close то есть ткань здесь у всех обычно разбегаются глаза у меня в том числе когда я начал изучать этот модификатор на самом деле правда это в том что вам ничего здесь трогать не нужно или парадокс в крайнем случае вам потребуется поэкспериментировать с выпадающими пресетами то есть настройками да попереводить вот эти слова то есть этого на вашу проработку домашнюю тут есть там шелк сатин катон непонятные слова всякие можете по приводить как переводить и понять что здесь есть когда вы выбираете что-то из этого то ваша подушка становится как эта ткань да и ее характеристики этой ткани передаются подушки нам вот в целях обучения это не нужно делать потому что самый главный параметр на который нам нужно обращать внимание это прессур то есть как пресс можно запомнить это как бы прессование это как бы плотность и давление вот сейчас вы убедитесь что это такое когда будете смотреть на анимацию то есть чем больше я здесь поставлю тем больше разопрет мою подушку со всех сторон это очень будет смешно даже наблюдать ну давайте мы поставим 15 нажмем ok так как мы настроили все остальное да твердый объект у нас твердые пилос это ткань окей и здесь единственно нужно проверить настройках модификатора close чтобы напротив sell collision self collision стояла единичка хотя бы то есть это чтобы при падении когда эта вся ткань начнет сминаться сама под собой чтобы полигоны друг на друга не залазили грани друг на друга не залазили ну да то есть чем тут круче значение стоит тем будет дольше считаться поэтому мы ставим тут единичку как бы ни туда ни сюда но тем не менее интересно получится в итоге то есть соотношение качества скорость будет хорошей итак чтобы запустить симуляцию этой анимации мы нажимаем просто после всех этих настроек обратить внимание у меня выделены все объекты участвующие в анимации нажимаем на симуляции вот подушка надувается и падает вот так как у меня много программ открыто она считается достаточно долго но где-то раза в два в три быстрее меня считалось когда настраивал эту сцену для того чтобы вам потом в ней показывать как это все работает вот такой вариант подушки пусть она считается вы видите что она завалилась какую-то неправильную сторону такое тоже нормально когда вы особенно пробуете первые разы но тем не менее мы имеем возможность cancel то есть отмена нажать любой момент и она у нас не в ту сторону смотрит мы это можем все исправить но как вариант вы бы могли в этом случае как выделение просто и развернуть да и получить уже интересную подушечку так теперь я просто нажму reset state reset это сброс и немножко по-другому подушку спозиционирую чтобы она не так падала по странным чтобы она все-таки у нас куда нужно приземлилась так еще раз выбрали все проверили теперь туда object properties нажали проверили чтобы все объекты были правильно выбраны пилос у нас close пришел 15 чем больше опять же повторюсь поставлю тем она больше будет пухлая ну давайте в этот раз я 13 напишу окей симулярий видите она уже стала более такая податливая не так и сильно распирает сейчас мы по моему она опять нас перевернется то есть нужно поэкспериментировать попробовать как подушки постоянно создавать особо необходимости нету создаются не в крайних случаях то и вам на самом деле это нужно будет только периодически вот и поэтому если кого интересует создание этих подушек просто создайте вся куча таких сцен пробуйте 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 самые красивые подушки берите сохранять то есть с помощью выбора селектив сэйф 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 сохранить вы не ту подушку которая получится красиво вот здесь у меня одеяло до такой лежит она с толщиной то есть вы видите она такой пухлый то есть это был бокс он упал упал таким образом что на пути у него стоял вот этот цилиндр и пока он падал вот этот вот это одеяло он видите завернулся просто на пути встретил препятствия все то есть никаких других сложностей подушки вот этих точно так же сделаны как я вам показал единственно обратите внимание что после того как вы сделаете анимацию будет некрасивый такой угол то есть торец и подушки его можно легко скрыть например так нет надо возвращаться добавим что было видно где ты был поле не будем запечатывать выделим грай грань торца и нажмем link то есть по периметру подушки все эти грани выделились connect означает соединение этих граней пусть будет единичка то есть одна грань и теперь экструд экструд мы можем делать вперед и назад то есть и второй параметр нам нужно либо сделать скажем так смягчение этого экструды либо наоборот сделать его очень остро зависимости от задачи если мы сделаем его вовне это будет как пельмешка такие знаете бывают подушки тоже вот но не такой вариант не очень нравится я предпочитаю делать симуляцию шва для этого я вовнутрь делают струд и делаю маленькую щелку ok вот если у нас некрасиво получился шов то есть грубо неестественно это мы накладываем turbo smooth весь это смягчение все так у нас тут плоско стоит мешает вот значит единственное что вам стоит показать я сейчас по-разному настрою подушки то есть да понятно что вот именно таким образом как его показал я сделал эти три подушки то есть ничего сложного именно таким же способом я сделал вот одеяло зависимости от того как вы расположите смотрите пример да вот этой плоскости зависимости от того что будет стоять на пути падения этой плоскости только перед анимации она не должна быть пересечена то есть пересечения не должно быть вот будут всякие перегибы загибы интересные складки вот собственно все теперь я хочу показать сейчас это все переведу будет и был поле чтобы опять же у нас там close есть модификатор нам будет мешать сделаем много боксиков много совсем там достаточно хотя бы 45 с высотой примерно 10 и достаточным количеством сегментов для красивой для красиво падения анимации так это у нас будет пилол на то есть подушка пусть будет один делаем дальше автоматически 0 0 2 через копии я решил по одной копировать чтоб точно у нас понятным образом поменялись название подушек чтобы я запомнил как он их называл только переименовал четко по порядку потому что потом я их буду искать так ладно это мы можем удалить в общем то теперь у нас есть play сцене и 5 боксов давайте мы их по разному настрою выберем все контролу а выбрать все класс обжиг про карте с пиво с этой подушкой делаем клос то есть или на стебе ткань плейн это у нас колен с объект твердый объект подушку 1 мы поставим прошу то есть как бы давление запоминя запоминайте так это будет пятерочка то есть она должна быть у нас по идее достаточно мягкой вторую мы сделаем давайте пусть будет 35 3 мы сделаем 70 четвертую сделаем шелк силу когда и пятую сделаем картон все руки попробуем наблюдать за тем что у нас будет происходить проверяем настройках simulation параметр с салфка vision единичка она обычно тут не стоит но так как я тут долго работал в этой сцене она сохранилась у вас скорее всего не будет стоять эта галочка войны render символей вот подушки уже начали по-разному надуваться интересно это смотреть когда только 3d max включен у меня достаточно быстро считается это и видно как они прыгают прям на этой плоскости весело вот ну пусть будет так у меня тоже если вы думаете что это у вас так зависло все нет мне тоже так не очень быстро считается может считаться и 20 минут но у нас в нашем существенном столько не потребуется я думаю минут пять мы выключим этот модификатор вот ну обращайте внимание что они все по-разному надулись сейчас они упадут на плоскость еще немножко покачаются и потом стабилизируется вот собственно такой момент по вот этим подушкам я буду отключать в общем то они уже получились смотрите все разные вот там где у нас шелк там был какой-то там катон и тогда выбирайте из ищите свой вариант подходящий под те задачи которые стоят перед вами кидайте подушки нас на разные объекты чтобы не падали по странному и было более интересно